Вот мы живем в пору больших реформ, в пору реформ, которые прописаны 131-м законом, это закон о реформе местного самоуправления, и в этом году исполняется 10 лет этому закону. К сожалению, не все вещи, не все правила в этом законе прописаны так, чтобы это было удобно работать администрациям, и на самом деле люди немного даже путаются. Но тем не менее закон на территории всей Российской Федерации внедрен, воплощен и работает. И сейчас пришло время модернизировать этот закон для того, чтобы все-таки все наши усилия, все полномочия, которые наделены муниципалитетами 1-2 уровня, наделены от государства этими полномочиями, были самое главное обеспечены финансами. Тогда, в общем-то, их можно исполнять. В Кингисеппском районе действует и работает единая администрация Кингисеппского муниципального района, которая приняла все полномочия от городской администрации города Кингисеппа. А уже забегая вперед в 2015 году, у нас вообще не будет юридического лица, когда мы проведем новые выборы в 2014 году, будет новый совет депутатов, будут некоторые еще изменения. И вот мы хотели бы в Кингисеппе навести полный порядок в законодательстве в рамках реализации 131-го закона, привнести все, чтобы наше население четко понимало, кто за что отвечает на этой территории. Мы сделали, самое главное, достигнутый устойчивый рост экономики Кингисеппского района. Все инвесторы, которые работают на нашей территории, выполнили свои планы. Забегая вперед, хочу сказать, что мы заняли первое место в Ленинградской области по инвестициям в основной капитал. Именно индустриальных таких инвестиций и именно государство сегодня, Российская Федерация, вкладывает огромные деньги в подходные каналы, в порту услуга. Сегодня заходят самые большие корабли Балтийского моря, которые могут его бороздить. Это сюда 100 тысяч тонн грузов измещения. Это очень большие корабли, которые вывозят уже сегодня уголь, нефть и другие товары, которые отгружаются с нашего порта. Успешно работают 9 терминалов в порту. Налажена паромная переправа стабильно на порты Калининграда, нашего анклава. Сегодня мы теперь независим транспортно от прибалтийских республик или от любых других интриг политических. Наш Калининград всегда будет снабжен топливом, продовольствием, необходимым вооружением и всем, чем угодно с большой землей. То есть именно через услугу налажена прямая. Линия паромная на Калининград. Огромный паром, в который выходит 110 железнодорожных вагонов, несколько десятков больших грузовых машин, спокойно за несколько десятков часов доходит до Калининграда, разгружается, забирает оттуда товары, которые производятся в Калининграде и опять везет на большую землю сюда Российскую Федерацию. На самом деле мы очень сильно пострадали после постсоветского периода в лихие 90-е годы и сельское хозяйство Кингисепского района, к сожалению, сегодня находится в упадническом состоянии. Только два производителя сельхозпродукции, это Агробалт в Пустомерже и Аполе, ЗАО «Аполе» в Аполе сегодня ведут расширенное производство, строят новые коровники, лидируют в показателях по надою, по урожайности. И это наши флагманы Кингисепской экономики в сельском хозяйстве. Я надеюсь, что мы прикладываем, верю и надеюсь, что мы прикладываем очень много сегодня усилий в то, чтобы поднять сельское хозяйство. Страшно сказать, более 60% сельхозугодий сегодня на территории Кингисепского района простаивают. Хочу сказать, что в Палелеево сейчас приступили к реализации очень интересного проекта. Это индюшачья ферма, люди очень профессиональные, на мой взгляд, я уже несколько раз встречался, беседовал с ними. Уже завершается первая стадия строительства первого птичника под индюков. И вообще планы развития, сейчас мы рассматриваем выделение земли, под расширение уже их производства. Рассматривается, что на рубеже 2014-2015 года они будут выходить уже на производство индюшателей 1 миллиона тонн мяса в год. Очень большую работу мы делаем в социальной поддержке нашего населения. За прошлый год 40 тысяч кингисепсов, это половина, больше даже, 46 тысяч кингисепсов обратились в социальную службу и получили, по всем полномочиям, которые есть в социальной службе, получили поддержку материальную, поддержку профессиональную, теоретическую какую-то поддержку. Поэтому у нас сегодня открыто одно окно, единое окно в социальной службе и ежемесячно туда приходит более трех тысяч кингисепсов. Поэтому, подчеркивая, социально-экономическое развитие нашей территории хочется сказать, что вот эта динамика в промышленности, вот эти наши планы по нашим социальным проектам, они, конечно, сегодня гармонируют. Очень активно принимает участие бизнес в реализации наших инвестпроектов, в реализации тех проблем, сокращении тех проблем, которые есть на нашей территории. Только в прошлом году 72 миллиона рублей нам было выделено, пожертвовано предприятиями, которые работают на территории Кингисепского района. И продолжая о детских садах, я хочу сказать, сейчас еще два проекта мы готовим по детским садам в Кингисеппе. Я надеюсь, что в ближайшие полтора-два месяца мы полностью завершим работу по земле и подадим эти проекты с учетом уже строительства детских садов в городе Кингисеппе на 15-й год. А сейчас вы знаете, что после объединения двух детских домов, если вы помните, в 90-е годы, в конце 90-х годах у нас было два больших детских дома, полностью заполненные детишками. Их было почти что 200 человек, и два детских дома полноценно, полностью работали. К счастью, сегодня на стадии объединения двух детских домов в каждом детском доме было не более 30 воспитанников. И мы, конечно, их объединили, и сегодня их не более 50 воспитанников в одном детском доме. А один детский дом, который на аптекарском, мы полностью поставили на капитальный ремонт. Мы сегодня находимся, с учетом того, что наша экономика – это лидер, флагман Ленинградской области, и, конечно, заработная плата на протяжении последних трех лет, она растет от 15-20% в месяц. И сегодня достигает средняя заработная плата в Кингисеппском районе 34 тысячи рублей. А так, конечно, нам надо думать тоже о тренерском составе по хоккею, по фигурному катанию, потому что в 2014 году мы будем открывать этот великолепный дворец, спортивную арену, и у нас в Кингисеппе появится свой лед. Мы приступаем к проектированию плавательного бассейна. На 50 метров – это уже уровень Олимпийского резерва. То есть мы сможем подготавливать спортсменов, наших детей на такой воде, на 50-метровом бассейне. Это очень много видов спорта. В газете прозвучало о том, что в Куземкино будет кушен под нож более тысячи с лишним голов в скотах. Вы знаете, Куземкино, не то что под нож, владелец прибрежного, владельцы прибрежного закрывают свое сельскохозяйственное производство на нашей территории. Большая часть скота будет перевезена на другие хозяйства. У них около 10 сельскохозяйственных предприятий на территории Гачинского, Ломоносовского района. Скот будет перевезен, это под нож, громко сказано, но здесь они закрывают полностью свое производство. Здесь люди старшего поколения, все знают, что у нас в городе и в районе был 31-й строительный трес. Сейчас этого ничего нет. Мы привлекаем каких-то ребят, которые, извините меня, сегодня подписывают договора, завтра эти договора перепродают и так далее. И по всем этим тендерам получается, что город и район всегда в накладе. Есть ли какая-то мысль у вас лично как главы администрации или у Невского Александра Игоревича и вообще у руководства района о создании своей строительной организации? Сегодня, к сожалению, мы парализованы федеральным законодательством. 94-й федеральный закон нам не позволяет делать вот такие вещи. И сегодня любые бюджетные деньги на любые ремонты, приобретение оборудования, товарно-материальные ценности, в зависимости от суммы производятся котировки или аукционы. Да, законодательство немножко еще слабо в этом, но совершенствование постоянно идет. И я являюсь членом группы при председателе Госдумы Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина о местном самоуправлении. И вот на этой площадке буквально недавно, также и наш губернатор является членом этой группы, недавно было заседание, и мы очень остро ставили вопросы именно под 94-го ФСЗ. Наши сельские поселения пользуются ими в том плане, в том объеме, чтобы иметь свои собственные денежки и как-то вести нормальную деятельность. У нас же они следует... Не, вы знаете, ну под одну гребенку сегодня сельские поселения поставить нельзя. Я четко хочу вам сказать, что сегодня самодостаточное, ну было и есть, это Большевудское поселение. Сегодня самодостаточное стало уже Кустовское сельское поселение, Вистинское сельское поселение. Дела налаживаются в Кузенкино даже уже у нас. Более сложная ситуация сегодня в Алилеево, в Котельском ситуация стабильная уже абсолютно. Более сложная ситуация сегодня пока в депрессивных наших поселениях, хотя в том же Аполе и Агробалт сельскохозяйства работают, но этого недостаточно. От них налогов, тем более они все такие льготные же, недостаточно налогов, чтобы в этой территории жили. И более самодостаточно. Жирается у нас самый главный праздник нашей страны, чуть-чуть уже остался апрель. Мы, значит, инициировали недавно, что наш город незаслуженно забыт, в каком плане, что мы не имеем, значит, звания города воинской славы. Хотя мы это звание должны были получить одними из первых Ленинградской области. Я в силу своих, ну, обязанностей, которые были у меня, когда я возглавлял город Кингисепп, и вот теперь уже три года четвертый Кингисеппский район, я этим вопросом не занимался, им занимался больше представительная власть. Вот этот вопрос ввел Александр Игоревич Невский, и я буквально два месяца назад дал четкое поручение Антоновой Елене Генриховне, она теперь возглавляет мой заместитель по местному самоуправлению. Вот, и вот появилась возможность заняться напрямую этим вопросом, потому что я знаю, что было сделано все, весь пакет документов Александр Игоревич тогда собрал полностью, направили его на ЗАГС-собрание Ленинградской области, где он должен был быть утвержден, и почему-то это куда-то тонуло. Каковы у нас, значит, намечены планы на расширение вот того же, значит, больничного городка, потому что мест, я знаю, для госпитальных коек постоянно там не хватает, и сроки лечения там такие, как бы все поставлено, значит, на конвейер. Это конкретно здравоохранение в Кингисепском районе. Вы знаете, что здравоохранение – это полномочия государственная, и в силу разных причин до сих пор мы его еще исполняем, это полномочия, но это единственный субъект Российской Федерации, Ленинградская область, которая не приняла еще полномочия на государственный уровень. Поэтому до конца года все имущество, касаемо здравоохранения, это от фельдшерского ФАПа на селе и до последней больничной койки будет нами передано в наш субъект, в Ленинградскую область. Комитет по здравоохранению полностью во всей Ленинградской области будет осуществлять эти полномочия. И мы сегодня вкладываем деньги в то, чтобы делать проектные работы по расширению больничного городка. Да, мы передадим полномочия, но мы будем требовать и мы будем постоянными участниками того, чтобы качество медицинских услуг на территории Кингисепского района росло. Года работы, не поверите, три года лично сам отдал. Это не наша полномочия, это вообще мы не касаемся этого всего, но это еще раз доказывает, что мы неравнодушны, что это Кингисепси же касается вот этого того горестного дня, когда это происходит, да, у каждого семьи, у каждых людей происходит убы, умирают близкие, к сожалению, гибнут люди и все остальное. Поэтому мы вошли в программу и в этом году, буквально в ближайшие месяцы, из прессы или по телевидению вы от меня услышите, когда мы приступим уже к строительству нового морга. Проект полностью утвержден, нового морга, прошел экспертизу, как типовой проект. Теперь мы должны его купить и привязать, мы и деньги нашли уже. Хотя, подчеркиваю, я лучше детский городок бы построил, спортивную площадку построил бы за эти деньги. Более трех миллионов мы должны отдать, чтобы адаптировать этот проект на нашей территории. Когда будет начата борьба с брусевиком, потому что уже взросли многие сельскохозяйственные земли. В каком состоянии проектирование городского сквера у дома химиков-3? Химикатов уничтожения борщевика. С этого года мы тоже являемся участниками этой программы. Сначала шли эксперименты на других территориях, в Волосово, в Гатчине, еще где-то были эксперименты. С этого года мы включены в программу и эта программа будет работать не один год. И я думаю, что все будет сдвигаться. Но и по-быстрому, по вашему участковому врачу, работу с Соболевым я веду. На самом деле она не завершена просто еще, потому что надо менять на кого-то. И те квартиры, которые мы выделили, к сожалению, они выделены не вот этой категории врачей. А у нас не было ренематологов, хирургов, детских врачей. И, к сожалению, квартиры ушли не на эту категорию. Первый вопрос. Вы неоднократно по местному радио говорили о строительстве пешеходного моста через Лугу. Почему сейчас замолчали никаких? Не молчили. Ни слова. Сделали очень много. Завершили проектирование через пешеходный мост через реку Луга, в парк Романовка. Правильно, да? Об этом говорили? Да, да. Завершили проектирование. Проект готов. Прошел государственную экспертизу. В том году все уже собрано абсолютно. Сейчас нужно понять, нам одним не справиться. Мост стоит около 240 миллионов рублей. Это большой вантовый мост. Это не какая-то подвесная прыгалка, да? Это капитальное сооружение. Вот. Но документы, хочу сказать так, документы полностью сделаны. Принимаем все усилия, несмотря на все приоритеты, которые у нас сегодня есть. Вы видите, что творится-то вокруг, да? Сколько нужно сделать всего. Принимаем все усилия, чтобы на следующий год заложили таким образом, чтобы мост был построен в три этапа. Вот ЖКХ как болото. Это такое болото. Я вот врагу не пожелаю разбирать вот это все. Управляющие компании, ТССЖ, ЖКХ. Куда ни засунься, где ни зайди, везде какая-то проблема. О медицине много было сказано. Еще два слова. Вот в поликлинике установили мобильный регистратор в режиме онлайн, настоящего времени, приема врачей. Делается ли что-нибудь, чтобы установить такой регистратор в стоматологических клиниках? Ведь я пришел месяц тому назад, вот перед вами, второй пример. В 6.15 был уже седьмой. А ведь люди этого возраста пользуются в основном стоматологическими услугами бесплатно. Потому что платные, наверное, все-таки кусаются. Если когда человек приходит в 6 очередь занимать, либо он может в любое время прийти, взять номерок на завтра, на постезавтра, на неделю вперед. Это было бы очень большой подспорь. О том, чтобы такая очередь планировалась, создание электронной очереди. Поэтому я поинтересуюсь. Вопрос не поднимался. Предпринимаем все усилия, чтобы освежить автобусный парк. Вот приобретено 6 автобусов недавно было. Видите, уже такие маленькие хорошие пазики современные. Теплые, хорошие, с надежными двигателями экономичными работают на нашей территории. Сейчас Российская Федерация дала надежду, что будет федеральная программа по обновлению парков со финансированием 30% муниципалитеты и 70% регион и федерация. Поэтому по парку это вообще отдельная история. Занимаемся, занимаемся и будем заниматься. Вот по холодной воде возникает такой спор. Значит, дополнительно платим мы по холодной воде и дальше приходим в сберкассу и, соответственно, платим комиссионные 30 рублей за холодную воду. Это вот первая такая какая-то неразбериха. В домоуправлении, кстати говоря, оставили в домоуправлении только два на город, которые принимают, ну, это самое, налоги принимают. Почему закрыли другие управления, непонятно. Ну, наверное, с точки зрения экономии, зарплаты. Но это же нельзя, люди очередями стоят. И причем я обратил внимание, что в домоуправлении ходит большинство тех людей, которые мало, это сам пенсия, мало и так далее. Сейчас было, вот недавно было большое совещание в области, и мы ждем правильное какое-то единого решения этой проблемы от комитета по ЖКХ. Я думаю, что за неделю, за следующей неделе что-то продвинется. И тогда мы, наверное, будем вот этот узел разрубать, потому что ситуация очень сложная. Кардиолог в поликлинике. Пять лет уже нет кардиолога и не обещают. И терапевты все посылают. Идите платные. Ну, сколько же мы можем платить? Скажите, пожалуйста, какая судьба научного завода и параллельно завода «Веда»? Я говорила по телефону с владельцем 25% акций завода «Веда». 75% акций принадлежит Сбербанку Российской Федерации. Полностью завод стоит полностью как готов. Вот кнопочку включи, и он будет работать. Но в силу разных причин получена лицензия на производство алкоголя у этой компании. Все предприятие выстроено, все от Адая не набирается пока штат, потому что они не могут войти в рынок. Рынок очень конкурентный. Водкой завалено все на свете. И в силу рыночных отношений, в силу конкурентности, в силу монополистов на этом рынке, есть такие компании «Юни Милк», «Донот», которые скупили по России, по Московской области, Москве, Тверская, Новгородская, Орловская, Ленинградская область, еще ряд областей. Если улучшение благоустройства города, в будущем, конечно, периодически походы пешком некоторых сотрудников администрации, отвечающих за это дело. В 90-е годы были такие опыты. Заместители, кто за это отвечает. И дожками пройдемся везде. И вы абсолютно правы. Я думаю, что от этого будет толк. Ну а 94-й ФСР я уже, в принципе, все рассказал. Он совершенствуется. Не вернется. Не надо одевать нам розовые очки, что вернется то, как работали в то советское время или постсоветское время на прямых договорах.